Приветствую всех! 29 декабря канун Нового года. Светит солнышко, журчат ручьи. Хочу показать, как я укрыла вчера инжиры, потому что нам обещают минус 2 заморозок этой ночью. Это первый раз у нас будет минусовая температура в этом году. Вот, идем к моим инжирам по мокрой и сочной траве. Вот, пожалуйста. Это у меня молодые 4 деревца, которым нет даже года. Вот это у меня асборн проливик. Я укрыла одним мешком. Мешок толстый 35-35. Пятерочка. Это у меня блогдяк. Укрыла двумя мешками потоньше. Сверху целлофановые пакеты нацепила. Так, это у меня Харли Чикаго тоже в толстом пакете. Ну, а сары Абширон я укрывала раньше. На нем 3 пакета тоненьких. Вот. Укрытие временное. У меня это металлические пирамиды. Вот здесь две штуки для цветочных горшков, для петуний бьющихся. И я это все, конечно, сниму. У нас в неделе постоит минус 2, 0, плюс 1. И затем опять пойдет потепление, по прогнозу, дальносрочному. Посмотрим. Снять недолго. Коромб, ну, Орде Коромб и Мадлена двухсезонная, которым уже по 3 года, я не укрывала. Укрывала. Они у меня и в прошлый год без укрытия стояли. Правда, потеряла брыбу. Вот. Так как у нас был весенний заморозок. Но не укрываю, потому как у них здесь нехорошее место затененное. Я отсюда их буду убирать, поэтому как бы особой заботы об этих деревьях не проявляю. Ну, и 50-литровые горшки, конечно же, я не таскала в наше подвальное помещение или на веранду. Они у меня вот здесь. Вот здесь у меня тараскон, гристый тараскон. Его я хорошо укрыла, потому что это санкедротип, и я хочу получить первый урожай. Вот он у меня возле вот такой бетонной стены, которая тоже греет в толстом пакете. И мешки с компостом здесь, в которых утепляет сам горшок. Значит, контейнерные инжиры не столько требуются в укрытии верхушки, как в укрытии корневой системы. Потому что в горшках, конечно же, температура невысокая. Если у нас в земле, у инжиров под землей температура довольно высокая, то, значит, в горшках, конечно, она низкая. Поэтому у меня вот такое укрытие горшков. Ну, и там, видите, у нас бардак, вот кучки накрытые, вы видите, это все у меня 50-литровые горшки. Горшки, не хочу уже тут подробности показывать. Вот, пожалуйста. Но укрыты хорошо. И горшки прикрыты, и верхушки прикрыты. Вот, и здесь я обнаружила две норы грызунов, не то мышки, не то крыски. И вот положила два пакетика, два пакетика яда. Один все еще лежит, а второй вот отсюда пропал. Значит, кто-то утащил. Вот вот еще от этого поддувает ветер от нашего, от нашей сплит-системы, и сплит-системы. Поэтому я хорошо укрыла вот этот горшок доской, одеяло и мешки. И почва, и кокосовая, и кора сосны в мешке, это укрытые горшки. Еще раз прошу извинения за бардак. Конечно, надо было здесь навести марафет, но, знаете, это у нас помещение сейчас, этот навес именно под мусор, вот, под строительный мусор. Конечно, может займется уборкой, но сначала он закончит ремонт в доме. Это он оттуда весь мусор сюда везет. Ну, вот, похвастаюсь тогда уже своей формой, вот сюда я ее посадила. Вот, никакого укрытия. А вторую, к сожалению, я не высадила в открытый грунт, а посадила временно в большой горшок 50-литровый. Вот она у меня здесь. Горшок тоже утеплен землей, почвой. Вот она у меня здесь высокая. Почему я не высадила в открытый грунт? А потому что мы хотим сажать эту хурму на место, вот где стоят компостные контейнеры. Вот на это место хотим сажать. Там у меня третья нижняя терраса, она ниже второй террасы, сантиметров на 70. Вот, то есть мне будет удобно собирать урожай с верхней террасы. Стоя на верхней террасе, собирать с нижней. И сильно высоким я это дерево гнать не буду, чтобы тень мне не кидала на вот эту вот солнечную полянку, куда будут по весне высажены несколько инжиров. Вот виноград мы вообще не утепляем, не укрываем, не обрезаем. Обрезаем только весной его. Вот очень вкусный виноград, невинный. Это десертная темная крупная ягода была. Ну вот и все мои новости. Сейчас хочу пойти погулять по деревне. Вот, подышать свежим воздухом. Спасибо всем за внимание. До свидания. 29 декабря. Зима. Вот такой кустарник цветет. Иду к озеру. Не к озеру, к пруду. К местному озеру, так сказать. Солнечная погода. Смотрю, будут ли грибы попадаться. Здесь вообще бывают грибы после дождя. Дожди у нас очень частые, поэтому грибы здесь есть постоянно. Но смотрю, пруд наш не переполнен, несмотря на то, что у нас ливни каждый день. Красиво так. Тихо, тихо. Вышло просто подышать свежим воздухом. А то дома засиделось эти дни. Красота. Рыбаки сидят, смотрю. Кто-то рыбку ловит. Так что рыбка у нас здесь водится. Да не один рыбак, трое. Четверо. Вот такая наша местная достопримечательность. С удовольствием хожу сюда всегда. Тогда гости приезжают, вожу сюда. Здесь и пикниковая зона есть. Вот эта вот пикниковая зона. Вот это строение с навесом. Ну и пруд очень красивый. Сейчас, конечно, зима. Нет цветов вдоль этого мостика. Горшки подвесные. Всегда подвесные. С цветами. Ну и вот видно наши дома. Вид сзади. Наш домик вот здесь. Отсюда не видно. Надо пройти на тот холм, чтобы увидеть наш дом. Вот обратная сторона наших домиков, которые совсем небольшими кажутся. С центральной стороны, с фасадной. Вот такие вот высокие с тылу. Такая небольшая прогулка. Грибов нет. Грибов нет. Все-таки температура воздуха низкая. Этой ночью был ноль. И сегодня ночью обещают минус 2. До свидания.